решила немного рассказать на тему говорю про финансы про счета русских и тут можно разделить на две категории казалось бы даже на 3 русские это который супер богатые русские то который там каких-то списках опять же русские которые у которых гражданство и русские которых нет гражданство но есть какие-то определенные разрешения там рабочие визы недвижимости так далее и естественно еще тут важная говорю хотела бы сейчас сказать именно о банках хорватии вот в банке есть даже 2 даже 3 но у меня гражданство уже давно и у меня вроде как считается одно гражданство я хочу рассказать то что я знаю это что люди реально с чем столкнулись значит во первых обычные граждане да кто живет кто работает например и у них ну как я думала если у них есть разрешение там какие-то есть счет небольшой что они будут дергать хорватских именно банках прошла все равно проверка и в людям приходилось дополнительно давать заявление и проведите ну типа небольшого расследования чтобы им отблокировали счета и дали разрешение на пользование на счету должно было быть по моему что-то около а типа не больше 50 тысяч по моему евро а в германии слышала 100 тысяч разрешенных в общем с определенной процедурой достаточно такой ну нервотребка но не глобально не страшно им открывали обратно счет и работали но это например эрсе банк там или какой другой хорватский а я думала ну вот как бы да если человека нет гражданства если у них просто бизнес возможно такое но тут информация абсолютно проверенный на сто процентов у женщины гражданство она вот прям гражданка все уже достаточно давно живет работает там работу ну зарплату получает там детский может еще что то но так говорю приблизительно что ты можешь получать на хорватии на хорватский счет и вот хотела ну карточкой пользоваться и не смогла оказалось что счет заблокирован и надо было давать подтверждение делать проверки и так далее у меня такой проблемы к счастью нет но принципе такого ничего особенного через карты я не провожу и я была недавно в банке у меня поскольку я поменяла обновила вернее этот документ хорватский ну по закону там сколько каждых четыре года мы меня и я по-моему после этого не не уверена вроде бы счет знаете как бывает приходишь на честбанк и тебе надо или и сами сами данные на счет обновить я пришла мне говорит тетка ну вам надо типа обновить данные обычно дают такую бумажку ты на нее пишешь там что-то пятое десятое здесь нет здесь было проще потому что по новым документам там есть этот чип который еще больше данных вводится и она просто их перепроверила что все она совпадает ничего не менялось и так и осталось кстати спросила что будет после введения евро как у нас вообще будет функционировать надо ли мне иметь например этот девизный счет отдельно отдельно естественно конский счет в кунах он как бы пропадает или автоматически становится тоже девизным или как нет хорватский счет наверное переведут в в евро а вот девизный он будет работать с любой валюты на так будет все равно оплата небольшая за второй счет в месяц выходит но там не знаю сколько 30 или 40 куна наверное за их услугу это я к чему вообще сказала то что не нагнетая панику не какие какие-то тут это чтобы кто-то бился в судорогах но не знаю как вот у вас например я знаю что меня смотрят из германии из италии был ли какой-то контроль какие-то проверки даже у уже граждан евросоюза кто уже годами за границей живет что хотела еще кстати по деньгам евро у нас 745 или 750 а 72 даже по моему был этот как это сказать курс и вот сегодня прочитала вести что возможно у нас со вторника и вот я как-то видео рассказывал не была уверена что будет бензином со вторника по и по моему будет дешевле все-таки на 50 либо ну это приблизительно на пол евро значит должен по идее подешеветь ну посмотрим как будет расскажу